Приветствую вас. То, что я бы хотел вам сказать, это то, что, ну, знаете, критерии людей, с которыми вы общаетесь, да, то есть, ваш общий интерес, то, как вы строите диалог с ними, то, как вы ведёте себя с ними, опять-таки, и так далее, то, что вы, то, как вы их воспринимаете, как они вам представляются, связаны либо с неуверенностью в себе, это надо определять, в чём именно вы в себе не уверены, либо здесь, на самом деле, общность ваших интересов, то есть, с чем связаны, ну, чем вы с этими людьми связаны, условно говоря. То есть, то есть, ваша связь с людьми, она вот чем-то обусловлена, у неё есть определённые формы, и для того, чтобы чувствовать себя уверенно, не быть зажатой, нужно налаживать такой, вы знаете, прямо стратегию общения. То есть, например, сперва вы спрашиваете, вы задаете вопросы людям, там, уточняете что-то, спрашиваете, говорите, говорите. Вопросы – это всегда хорошо, потому что человеку нравится, когда им интересуется, человеку импонирует, когда его спрашивают о чём-то, человеку доставляют удовольствие, когда, ну, его личность представляют как интересное, вот. И, собственно, как бы, ситуация заключается в том, что, во-первых, два направления. Расширение ваших интересов, расширение вашего круга озора, поддержка как можно большего количества знаний, приобретение знаний, хотя бы поверхностных в как можно большем количестве спец, чтобы вы могли поддержать разговоры поначалу, а там дальше уже всё пойдёт само собой, своим черелём. Дальше, и, собственно говоря, вот стратегия по общению. Я думаю, что в этом заключается, ну, то есть, стратегия – это вопрос, и, соответственно, когда вы человека более-менее узнаете, всё вам будет понятно, что ему интересно, а что нет, что из этого того, что интересно ему, наиболее интересно вам, и, соответственно, это можно будет как-то использовать для того, чтобы поддерживать разговор на необходимой динамике. Вы пишите, что вы думаете о том, что люди о вас думают. То есть, вот вы пишите, значит, что я вам интересно, говорю какую-то ерунду и так далее. Ну, во-первых, нужно понять, что людям вы не так важны, чтобы думать про вас такие вещи. То есть, людей интересует то, как вы проводите с ними время, что вы говорите с ними и так далее. Далее, если человек и обращает внимание на другого, и что-то считает, то это мнение очень поверностное, и умные люди понимают, что, ну, другой выставляет на боках только то, что у него есть самое сильное, самое привлекательное. Он никогда не будет судить по одному только внешнему проявлению, ибо это неправильно. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, для того, чтобы легко сходиться в общение, нужно расширять пределы этого самого общения. Ведь общение происходит от слова «обще». Чем больше у вас общего с другими людьми, тем легче вам будет сходиться с ними в общении. И если вы не можете найти общий язык в чем-то, то вам нужно просто просто подниматься на уровень выше, на более общую тему. И вот это и поможет вам расширение, собственно, вашего кругозора. Ну, вот так я вижу ваши проблемы. Если же вы в чем-то не уверены, то нужно понимать. Если вы не уверены в себе, то речь идет о недостатках, о двух видах недостатков. Первый вид недостатка – это те недостатки, которые являются продолжением ваших настроений. Тогда это то, что делает вас с собой, и их необходимо сохранить. А второе – это то, что вы можете купировать, то, что вы можете изменить, то, что вы можете нейтрализовать. И тогда необходимо поставить соответствующие, значимые задачи, которые помогут вам это сделать. Но для этого необходимо определить для начала, в чем же вы в себе не уверены и почему. А в Куре взялась подобно не уверены. Еще я думаю, что с друзьями вы чувствуете себя хорошо, потому что знаете, что они знают о вас. Знаете, что они думают о вас. И отдаете себя отчетом. А с вас имеет достаточное количество общего. С другими людьми это не так, и отсюда не уверены в себе. Ну, простите, без повышения кругозора с большим количеством людей сходиться будет тяжело. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok